Космические карты Споёмте перед стартом, у нас ещё в запасе 14 минут Я пею, друзья, караваны ракет Помчат нас вперёд от звезды до звезды На пыльных тропинках далёких планет Останутся наши следы На пыльных тропинках далёких планет Останутся наши следы Вот так, если не под дудку, то под гитару уж точно Пели и даже пили медовуху со студентами На минувшей неделе самые первые лица страны Ибо сама неделя была самой студенческой и молодёжной в году Добрый вечер! Это информационно-аналитическое шоу Смотрите сами И начали мы его музыкальным фрагментом И если хотите, цитатой недели Со встречи президента России Владимира Путина Со студенческим активом Московского государственного университета В день всех студентов страны Он же Татьянин день А пел, кстати, президент слова Владимира Войновича На музыку Оскара Фельдсмана О космических мечтах Ну то есть о том, о чём традиционно мечтает каждый молодой человек Конечно, космос для каждого студента свой Но мечты о своём близком и далёком будущем Всегда космические Но прежде чем мы продолжим Пару слов о связи православного праздника Во имя Святой Татьяны Великомученицы со студенчеством Всё началось в 1755 году Когда императрица Елизавета Петровна Издала указ об учреждении Московского университета Именно 25 января После этого Татьянин день и стал праздноваться Сначала как день рождения университета А позднее как праздник всего российского студенчества Символичность праздника студентов Подчёркивается ещё и совпадением с учебным календарём 25 января является одновременно последним днём 21-й учебной недели Традиционным концом экзаменационной сессии первого семестра После которой наступают зимние студенческие каникулы Вот и начинают гулять студенчество И живо присоединяющийся к ним профессорско-преподавательский состав И даже президент страны 25 января Поздравляя друг друга, подтягивая медовуху И обнимая всех Татьян, что празднует по ходу именины 25 января Единственный день в году, когда в кабинете ректора царит вовсе не деловая атмосфера А звучат задорные песни, частушки Все пускаются в пляс и даже предсказывают судьбу Ведь именно в этот день всё студенчество празднует Татьянин день Празднование началось с традиционного гуляния в главном здании Где цыганское шоу ансабль «Ромэн» и студентки Татьяны встречали всех гостей медовухой Которая с 19 века считается главным угощением праздника К слову, Татьянин день отмечают более 5 миллионов студентов нашей страны Как известно, святая Татьяна считается покровительницей учащихся Импровизированный цыганский табор сопроводил ректоры КФУ Ильшата Гафурова и почетных гостей в культурно-спортивный комплекс «Уникс» КФУ – это университет мирового уровня Ведь у нас обучается более 4 тысяч иностранных студентов Поэтому одной из главных особенностей в этом году были интерактивные площадки самых различных народов мира На которых по своим традициям и обычаям они предсказали университету дальнейшее процветание и успех Кульминацией перед началом праздничного концерта стало выступление Татьян Девушки в изумрудных и бордовых платьях исполнили вокальный номер «Валенки» и преподнесли гостям праздничный торт Как рассказывают сами участники праздника, подготовка была изнурительной Но все понимали, что этот праздник сближает всех И преподавателей, и студентов, которые радуются в этот день не только окончанию сессии, но и такому светлому празднику, как Татьянин день Атмосфера этого праздника была невероятно сумасшедшей То есть это были каждый день какие-то репетиции Каждый день это подборка костюмов, каждый день это генпарагоны То есть это очень-очень все организовано, очень все импульсивно, очень все приятно на самом деле и интересно Ой, я очень люблю, обожаю этот праздник В прошлом году я даже посетил этот концерт, потому что мне очень нравится Там было клево выступление, которое там было вообще У меня от этого получились очень позитивные эмоции Так что я это жду, но в этот раз я участвовал сам, так что меня это очень сильно радует Концерт в Казанском федеральном начался с торжественных слов ректора КФУ Ильшата Гафурова Многие задают вопрос, а кто постановщик, кто режистер, а кто участник Ответ очень простой Казанский университет сегодня самодостаточная организация Которая развивается по всем направлениям достаточно сбалансированно В том числе и в творчестве, в спорте, в науке, в образовании Чему я очень рад и благодарен и преподавательскому составу А самое главное нашим студентам, без которых университет просто не может существовать Со сцены концертного зала поздравляли не только студенты, но и почетные гости Которые в этот день не могли не посетить любимый альмаматор Университет – это безграничные возможности Университет – это путь к успешной карьере Университет – это друзья в эти студенческие годы на всю оставшуюся жизнь Университет – это, конечно, всегда свобода Это всегда огромное количество дискуссий Это всегда своя точка зрения, своя позиция В этом году концертная программа отличалась и своей оригинальностью Гости стали свидетелями зарождения истории Дня российского студенчества От 18 века и до нынешних времен Казалось, что мир не изменит столетия И праздник продлится всегда На сцене блистали талантами юные вокалисты, танцоры, музыканты и актеры Отличным настроением заряжали самые веселые и находчивые ребята сборной Лиги КВН КФУ И юмористические видеоролики от творческого объединения «Громкие рыбы» Поднимай руки на век, век, поднимай, век Поднимай руки на век, век, поднимай руки на век Руки, 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 век Без всякого сомнения, героиними праздника стали Татьяны На сцене в этот прекрасный вечер, которых было ровно 22 Которые поразили своей женственностью и грацию И обрамили выступления своих именитых тезок – Ларионовой и Водопьяновой Мы имеем потрясающие результаты, и все эти результаты совместны с Федеральным университетом. И то, что в 2014 году в список ЮНЕСКО вошел древний болгар, вообще заслуга вашего преподавательского состава, профессорского состава, студенчества огромное, колоссальное. И то, что мы в этом году вместе с вами постараемся включить в этот список ЮНЕСКО, я думаю, что это очевидно. Спасибо вам за это. Трогательно видеть сегодня знакомые лица, и, конечно, сразу же нахлынувают разные-разные воспоминания, ну и чувство гордости. Гордости, что из этих стен, что есть в памяти, то, что называется временем студента. Каждый помнит ту кропотливую и долгую подготовку к экзаменам, а в том числе и неугасающую традицию кричать «Халява, ловись!», которую предложили вспомнить почетным гостям и ректору университета. Поздно, как говорят. Халява, ловись! Халява, ловись! Поддерживаем, поддерживаем, друзья! Теплые слова поздравлений прозвучали от студентов Московского государственного университета имени Ломоносова и Крымского федерального университета имени Вернацкого. Татьянин день свидетельствует о том, что праздник всегда отмечали молодые люди, желая подружиться и отвлечься от сессий. Ведь студенты никогда не упустят шанс отдохнуть от долгого и нудного учебного процесса. В нашей республике стало доброй традицией именно в Татьянин день праздник российского студенчества определять еще и самых-самых лучших студентов года по номинациям и самого суперстудента года, получающего с этим титулом еще и гран-при. Надо сказать, что почти все регионы страны стараются в этот день проводить яркие молодежные мероприятия, отмечая лучших студентов. Но столь большого шоу, что проводит Татарстан, мало у кого есть. Тем более, что наше событие студент года – это финал достаточно большой конкурсной работы, что проходит многие месяцы, предшествующие собственно торжественной церемонии. Так вот, можно смело утверждать, что на сей раз финал студент года стал настоящим триумфом КФУ. Студенты, которого забрали призы по большинству номинаций и сам гран-при. Вот с обладателем гран-при нам сейчас и предстоит встретиться. Но, учитывая, что он не просто лучший студент республики, но еще и журналист, студент высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ по профилю телевидения, Мы решили, что Нафис Серозидинов, а именно так зовут победителя, сам сможет взять у себя интервью и презентовать свои успехи широкой зрительской аудитории. Итак, журналист Нафис Серозидинов сейчас познакомит вас с обладателем гран-при конкурса «Студент года» Нафисом Серозидиновым. Смотрите сами. Нафис, расскажи немного о себе. Меня зовут Нафис Серозидинов. Журналистикой я стал увлекаться еще со школьной скамьи. Я взял в руки фотоаппарат в девятом классе, затем в десятом классе поступил в школу телевизионного творчества «Телебайтик» здесь, в Казани. Ездил с родного города сюда на курсы, обучался. И затем уже в одиннадцатом классе выбрал факультет журналистики Казанского федерального университета. И сегодня я уже студент четвертого курса высшей школы журналистики Казанского федерального университета. Занимаясь общественной деятельностью, реализуем различные республиканские проекты для молодежи Республики Татарстан. Почему ты решил участвовать в этой премии? Конкурс «Студент года» — это некий итог. И будучи студентом четвертого курса, я решил подвести личный итог. Собрал все свои достижения в одно портфолио в ноябре. Собрал свое портфолио, оформил и подал заявку на участие в конкурсе. В январе у нас прошла самопрезентация, и вот 25 января объявили итоги. Что было самым сложным при подготовке к конкурсу? Самое сложное, я считаю, это все те четыре года деятельности обучения в университете. Потому что именно в рамках этих четырех лет приходилось и обучаться в университете, и заниматься научной деятельностью, показывать себя в творческой деятельности, ну и, конечно же, не забывать о профессиональной деятельности и заниматься общественной деятельностью. И в конце всего этого все это собрать воедино в одно портфолио и презентовать это членам жюри. Ты стоишь на сцене, объявили твою фамилию, каковы были твои эмоции? Эмоции переполняли, я до последнего не верил. Затем, когда Фарид Хайрулович сказал, на меня надели пиджак студента года, был такой разгруз горы с плеч, но с другой стороны понимаешь, что еще несколько гор на плечи легло, потому что это большая ответственность. И когда мне дали ответное слово, у меня сидела мама в зале, и это было прям до мурашек, наверное, непередаваемые эмоции, потому что я смотрел в мамины глаза, у мамы были слезы на глазах, и я действительно был горд за то, что это действительно гордость мамы, гордость родителей, потому что я им смог подарить вот такой вот праздник. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя планы на будущее? Сейчас у меня осталось полгода обучения в бакалавриате Казанского федерального университета. Я хочу дальше развиваться по вот этой медиа-сфере, по сфере информации, и так как сейчас идет перенаправление все в интернет, я хочу заняться информационной безопасностью, поэтому я думаю, что дальнейшее обучение и дальнейшая моя возможность, которую мне предоставила Республика Татарстан обучение в любом вузе мира, как раз-таки будет обучение на факультете информационной безопасности. С вузом пока что не определился, как решу, сразу же сообщу. Ну и как студент высшей школы журналистики, направления телевидения, каково брать интервью у самого себя? Несмотря на то, что я обучаюсь по направлению телевидения, и моя будущая профессия – это телекорреспондент, я на протяжении четырех лет хожу с камерой, я работаю за кадром, монтирую, снимаю, и действительно получаю от этого удовольствие. И мне не совсем привычно давать интервью, брать его тем более у самого себя, но это новый формат, и я думаю, мы для того и живем, чтобы каждый раз открывать перед собой новые возможности. Спасибо, удачи! Было бы неправильно не вспомнить, что именно в молодые годы, пока жив не только исследовательский зуд, пока реально все твои мысли космические, а жить так спешишь и делаешь это всеядно и во многом бескомпромиссно, совершаются, как правило, все выдающиеся открытия в науке, за которые потом можно под старостью лет и Нобелевскую премию даже получить. Именно поэтому в термине «молодые ученые» слово «молодые» означает, скорее всего, лишь возраст, а вот достижения их в науке, как правило, и есть самые, что ни на есть, долгосрочные, если не сказать вечные. Помню, как юная журналистка спросила Нобелевского лауреата, академика Гинсбурга, о его достижении, за которой ему присвоили самую именитую премию планеты. «Деточка», – ответил ей мэтр науки, – «мое главное достижение в том, что я долго живу и дотянул, в отличие от многих моих коллег, по тем открытиям молодости, до возраста, когда дают Нобелевскую премию». Вот как-то так сказал и был прав. Именно поэтому все страны, нацеленные на лидерство, столь бережно относятся именно к молодым ученым. Как знать, ведь именно кто-то из них сейчас работает над открытиями, что вскоре перевернут в очередной раз наши знания о мире и будут удостоены многие годы спустя нобелевских и им подобных премий. И в этом контексте символично, что свою финальную новогоднюю встречу ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров провел именно с молодыми учеными университета, открыв фактически этой же встречи и первую страницу года наступившего. Вот о том, что и как складывается у молодых ученых, чем они заняты, кто они и чем могут порадовать нас и мировую науку в наступающем году. Мы сегодня поговорим с председателем Совета молодых ученых Казанского федерального университета Михаилом Варфоломеевым. Добрый вечер. И прежде, вот в начале нашего разговора, хотелось бы выяснить, что называются параметры, демографические параметры. Кто такие молодые ученые? Где вот та граница, когда он молодой ученый, а когда он уже не совсем молод? Ну, такая граница задается рядом, так сказать, документов. Кандидаты наук до 35 лет считаются молодыми учеными и доктора наук до 40 лет. Но есть еще такие неофициальные нормы про молодых академиков и член-корреспондентов, так что молодыми учеными можно оставаться достаточно до серьезного возраста. А вот как много их у нас в университете? В университете, в Казанском университете очень много молодых специалистов работает сегодня. Работает в качестве преподавателей, научных сотрудников. Их более тысячи человек. Ориентировочная цифра примерно 1300-1400 человек. То есть это действительно очень большая масса талантливых людей, которые занимаются и со студентами, и делают какие-то научные дела. А никак распределены? Нет такой статистики? То есть это преимущественно, естественно, научный блок гуманитарный или они в равных пропорциях присутствуют? На самом деле, мы вот тоже так анализ проводили. Интересно, что вот преподавателей больше все-таки в гуманитарном блоке. А вот именно научных сотрудников, они больше сконцентрированы как раз в естественно научном блоке. В медицине будет сейчас новое направление. Но это за счет как раз, наверное, привлечения программы конкурентоспособности, которая на это и ориентирована. Все время, это просто для средств массовой информации вообще такая тема, как лакмусовая бумажка, вопрос задается о утечке мозгов, о том, что чем более молодой, амбициозный, талантливый человек, ученый, исследователь, тем больше шансов, что он на каком-то удобном повороте уйдет из страны или уйдет из менее, скажем, крупного вуза в более крупный. Вот как у нас обстоит дело с тем, что я бы сформулировал, удержание талантов? Ну, таланты, они всегда, да, они любят движение. Главное, чтобы были созданы условия, которые таланты будут притягивать. И вот за последнее время в университете все-таки эти условия появляются. И с каждым годом их становится все больше. Очень хорошая инфраструктура, очень большие возможности. И кто-то уезжает, но на самом деле не меньше и приезжает сюда. Сейчас можно, наверное, сказать, что вот этот приток, отток кадров, он идет с плюсом для Казанского университета. То есть все-таки больше ребят приходит к нам. Причем это ребята не только из других городов и регионов, но это ребята из других стран. Очень много появилось постдоков научных сотрудников, которые привлекаются, которым интересны наши лаборатории, интересны наши исследования, которым также интересны и преподаватели в том числе. А вот недавно появившийся приказ ректора, он был опубликован на сайте, о группах специалистов, ученых, которые вообще, что называется, неприкосновенные, я их называю краснокнижники, как красную книгу занесли. Он чем вызван? Как раз не желанием, не стремлением как-то оградить от молодых ученых возможных проблем? Ну, он, наверное, да. То есть, с одной стороны, да, есть ребята в университете перспективные, которые двигают науку и образовательный процесс, да, у них есть какие-то идеи, проекты. И Ильшат Равкадычу хотелось бы к ним приглядеться и как-то с ними наладить диалог и понимать, если даже они решили уйти из университета, то почему, то есть, если какие-то разные есть причины. И эта красная книга, как вы говорите, она еще дает возможность вот тем молодым ученым, которые в нее включены, определенной поддержки и помощи со стороны руководства университета в том числе. Вы знаете, наверное, о каждом из молодых ученых практически все. Ну, я уж так сильно бы не заявлял, но что-то про них я знаю. Представляете, мы всегда вот и ректору этот вопрос задаем, пристаем к нему, и не только мы, я имею в виду средства массовой информации, и вообще любому значимому руководителю в области науки, образования всегда этот вопрос пытаются как-то задать. Соответственно, и вам вот я тоже хочу его адресовать уже по отношению к молодым ученым. Есть ли, с вашей точки зрения, какие-то разработки, нечто такое, что делается сегодня в молодой ученой среде Казанского университета, что может через энное количество лет претендовать на самые высшие мировые премии? Работа есть интересная, на самом деле. И вот как раз по тем приоритетным направлениям, которые обозначены университетом, это в области биомедицины и фармацевтики есть интересная работа, которая ведутся... Ну, я могу просто перечислить людей, которые этим занимаются. Допустим, Равиль Фахрулин. Это связано с получением так называемых управляемых нано-био-наноматериалов. Это очень интересная тематика. Это то, что делает... Он уже такой, так сказать, ученый международного уровня, тоже Олег Гусев. То есть он большую часть времени проработает в Японии, но у него... Ну и в Казанском университете тоже совместные проекты ведутся. Там интересные работы в области уже микробиологии, которые связаны с поведением живых организмов в космосе, допустим. Есть интересные работы в области нового направления подземной нефтепеработки. То есть когда мы, так сказать, два процесса, это добычу полезных ископаемых и дальнейшую переработку делаем в одну, то есть вместо двух заводов делаем один завод под землей. Это тоже большая перспектива в качестве источника энергоресурсов и материалов для дальнейшего развития всего человечества, потому что на данный момент это вопрос очень актуальный. Есть работы по гуманитарным направлениям. То есть в принципе есть те точки роста, которые могут со временем превратиться во что-то такое глобальное и серьезное. Есть такие работы в области физики, новых материалов, в области математики, где там наши ученые молодые работают над решением таких очень глобальных теорем, которые волнуют, так сказать, математика всего мира. И возможно у нас тоже будет свой филсовский лауреат когда-нибудь. Ну вот это крайне интересно. Я, кстати, надеюсь, будем считать, что официально приглашаю вас и ваших коллег на наши последующие программы, которые мы в режиме ток-шоу будем проводить, и где сможем более подробно, в том числе о том, о чем вы сейчас нам рассказывали, узнать и донести до более широких, что называется, слушателей и зрителей. Но вернемся к теме молодежи, вот именно с акцентом на слово молодой. все-таки молодой, потому что молодой еще и куча проблем бытовых. Вот заедает быт молодых ученых или как-то справляются они с ним? Если заедает, то в какой части? Что именно? Что им мешает в полной мере посетить себя? Или ничего не мешает? Ну, конечно, есть какие-то бытовые проблемы без них. Молодая ученая – это не только молодая ученая, это молодая семья. Вопросы жилья, вопросы детей. На самом деле здесь тоже, так сказать, большое плечо нам подставляет университет. В этом году, ну, уже не в этом, уже теперь получается, в прошедшем году у нас молодые ученые получили жилье, служебное жилье, которое выдает университет. То есть бытовые проблемы университет помогает решать. Появились определенные идеи по тому, как его улучшить. Там тоже, когда мы встречались с Ишатом Равказовичем, в преддверии Нового года обсуждался вопрос и начальной школы, то есть увеличение классов в наших лицеях. Это вопрос детского садика для сотрудников Казанского университета. То есть, в принципе, бытовые проблемы, они, конечно, есть. Что-то мешает, но условия, они достаточно хорошие в университете. И нам идут навстречу. То есть какие-то даже вот эти бытовые проблемы. То есть не только решить вопрос с оборудованием, с поездками куда-то, но и вопрос бытовых проблем, он у молодых ученых, мне кажется, уже тоже в положительной динамике развивается. Ну и, наверное, в завершении сегодняшнего разговора, я еще раз повторяю, что я надеюсь, мы будем продолжать в более широких форматах сегодняшнего разговора. Возвращаясь опять к тому, что вы сказали. Есть и приток молодых ученых в Казань, в Казанский университет. Вот что это за приток, кто это, и как с вашей точки зрения, вот он достиг какого-то пика или он дальше будет нарастать? Приток, в принципе, мы ожидаем, что он будет нарастать. Что это за приток? Он, на самом деле, делится на, наверное, такие две-три основные компоненты. Первый приток – это наши выпускники, которые уезжали либо учиться, либо работать за границу, и они возвращаются сюда, получив опыт зарубежный в университетах, причем университетов из топ-100. Есть у нас примеры возвращения из Кембриджа, то есть здесь хорошие условия для этого. Второй приток – это люди из регионов, из других университетов в Татарстане, Казани, в котором Казанский федеральный университет – это такая платформа науки, образования в нашем округе, регионе. И ребята талантливым и интересно приехать сюда, может быть, не навсегда, а тоже поработать год-два, получить опыт, может быть, вернуться к себе, но им это тоже интересно, то есть мы фиксируем таких ребят. И, наконец, третье, сейчас уже начали появляться люди уже из дальнего зарубежья, то есть коллеги из Китая, из Индии, есть из стран Европы, которые приезжают сюда, им интересно. Все-таки в Казани есть достаточно известные научные школы, есть хорошая платформа, и они сюда, уже им все больше и больше хочется приехать. И они уже выбирают. То есть если раньше при выборе у них стоял европейский вуз, американский вуз, то сейчас и российские вузы, и в первую очередь университет наш, казанский, он для них представляет интерес. То есть они видят в нем перспективу своего роста, как ученых, как преподавателей. Вот я думаю, на этой позитивной ноте мы сегодня завершим нашу встречу. Не пользуясь случаем, но все равно мы чуть дольше, вы чуть раньше, бывшие студенты с прошедшим днем всех студентов. Да, с праздником. Спасибо. Ну вот если неделя молодежная и студенческая, то, как это часто бывает в нашей стране, все уже происходит через край. И тема молодых, красивых, талантливых, умных и еще и студентов оказалась центральной по факту на ежегодном конкурсе красоты «Мисс Татарстан» 2017 года. Здесь определялись самые яркие девушки республики, которым предстоит быть лицом родного края в предстоящий год и на долгие годы быть эталоном красоты. И здесь опять Казанский федеральный университет не оставил никому шансов. «Мисс Татарстан» – выпускница Института математики и информационных технологий университета, мечтающая вскоре продолжить образование в одной из магистратур КФУ. А «Мисс Казань» сейчас учится в высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского университета. Вот такие и сейчас у нас самые красивые девушки. Впрочем, говорить о красоте и не показывать ее – неприлично. Так что смотрите сами. Итак, добрый вечер. Прежде всего, разрешите вас поздравить с победой на этом сложнейшем вообще, судя по тому количеству этапов, тому количеству участников, тому строгому отбору, который вы прошли с победой на этом конкурсе. Но нас то, что волнует, находясь здесь, в стенах Казанского федерального университета, оказываются лучшие лица республики, лучшие и самые красивые лица Казани – это лица Казанского университета. Если можно подробнее о вашем этом университетском прошлом и настоящем. Добрый вечер все раз. Спасибо за поздравления. Очень приятно. Я закончила Казанский федеральный университет в 2015 году Институт вычислительной математики и информационных технологий. Принимала очень активное участие в жизни университета. Не пропускала ни один день первокурсника, ни одностороженческую весну. И об учебе, конечно же, тоже не забывала. И у меня самые лучшие воспоминания об университете, об обучении и о студенческой жизни в стенах родного уникса еще. А это кто вы по профессии в результате? Я системный программист-математик. То есть это одна из самых востребованных сегодня вообще профессий, насколько я понимаю. Это так сложно, это мир формул, вычислений, программного кода. И все вот в этом тоже очень хорошо. Во всем, да. Мы разбирались, обучались, учили, изучали, да. Спасибо. Здравствуйте, спасибо вам огромное за поздравление, очень приятно. Я учусь на третьем курсе в Казанском федеральном университете на факультете рекламы и связи с общественностью, высшей школой журналистики и медиакоммуникаций. Еще параллельно я получаю второе высшее образование. Это переводчик английского языка в профессиональной сфере. Я очень люблю то, чем занимаюсь, очень люблю свою кафедру, свой факультет. Очень интересная профессия, которая только-только берет свое начало. Сфера пиар, она активно сейчас развивается. Казань – очень современный город. Здесь проходит огромное количество спортивных мероприятий и многих других различных конференций. И медиакоммуникации для нашего города – это очень-очень важно, очень актуально. И я, как будущее медиакоммуникаций, уделяю большое внимание своей учебе. И параллельно я еще стараюсь читать профессиональную литературу. Конечно же, языки – это очень важно на сегодняшний день. Я уже несколько раз говорил публично и с коллегами, встречаясь, и с знакомыми, что из года в год конкурс, что называется, рвет шаблоны. Знаете, есть такая мужская, теперь уже тупая, совершенно древняя шутка о том, что красота и ум несовместимы. Вот сейчас это абсолютно опровергнуто. Как сказали математики, это аксиома уже. То есть она не требует никого доказательства. Но вы лишний раз это опять подтвердили. Конкурс, кстати, интеллектуальный, стал вообще центральной составляющей при принятии ключевого решения для жюри. Вот откуда это? Это университет, это какие-то ваши дополнительные знания, интересы. Это, может, какие-то тренировки вы проводите, что, где, когда. Вот эти команды сидят, как тренируются, кто что больше знает. Вот как достичь такого состояния, когда при всей загрузке, связанной с тем, что надо себя поддерживать, на работу ходить, на учебу ходить, еще и кругозор, еще и умение этот кругозор продемонстрировать на большую аудиторию. Вот как вы здесь совершенствуете, если можно? Все говорят о секретах вашей кухни и красоты, да? О секретах интеллекта. Это, наверное, идет еще с детства, с воспитания родителей, что они нам дают, к чему они нас приучают. У меня очень умная мама, я ее очень, она для меня вот восхищает, я восхищаюсь своей мамой, она для меня пример. Она тоже закончила факультет вычислительной математики. И в дальнейшем просто надо всегда развиваться, не стоять на месте, быть заинтересованным во всем, не зацикливаться только на своей, допустим, профессии, специальности, а изучать вообще все в мире, быть заинтересованным во всем. Наверное, вот это. Спасибо. Я согласна с Дульфьей, то, что воспитание – это, наверное, ключевой фактор. С детства я была очень занятым ребенком, я занималась в детской театральной школе искусств в городе Набережная Чулны. У меня, можно сказать, полноценное образование актрисы, потому что у меня есть диплом государственного образца, красный диплом, 6 лет обучения в театральной школе. После этого я пошла учиться и в модельную школу, у меня также есть диплом, правда, синий, но мистер Тарстан потом меня скорректировали, и я уверена, получила бы потом красный. И я привыкла к такому очень активному образу жизни. Я сейчас учусь на двух высших образованиях. Также я стараюсь совмещать еще и тренировки, активные занятия спортом, постоянно пробую себя в различных других сферах, например, как телевидение. Я веду передачу новостей на нашем канале Казанского федерального университета «Универс Матри». Я занимаюсь благотворительностью и являюсь одним из организаторов социально-творческого проекта «Я добротворец». Это доноры творчества, то есть в нашем обществе существует, наверное, некий стереотип, что благотворительность – это что-то материальное. То есть мы привыкли помогать деньгами, привыкли помогать вещами и так далее. На самом деле я поняла, что деткам, воспитанникам детских домов не хватает больше всего человеческого тепла и доброты, потому что это те дети, которые, к сожалению, лишились опоры, поддержки, тыла, семья. И мы, активные студенты города Казань и вообще в целом Татарстана, мы стараемся им помогать в этом, мы стараемся их поддерживать. Наша миссия – это именно поделиться своей человеческой добротой, своим теплом. Мы проводим разные мастер-классы, проводим концерты, обучаем их чему-то. У нас очень разносторонние студенты, и каждый дает то, что умеет, то, что может. А вот все-таки Миша Вулканадский со сцены клялся, он говорит, нет, никаких подстав, вот клянусь, да? Вот откуда это молниеносное, вот это Ван Гог, да, вот стихи? Это что, была все-таки подстава или нет? Ну, конечно, не скажете. Я кое-что еще вспомнил, когда мы участвовали в 2015 году в Мисс Татарстан, с Камелеой вместе как раз-таки. Каждый год Изольда Генрина придумывает вместе со своей командой очень интересную тематику конкурса. Интересную и в том числе, и развивающую во всех какой-то, ну, открывать кругозор, расширять кругозор людей. И в 2015 году тематика была импрессионизм. И вот с того момента мы даже узнали великие картины. Возможно, кто-то ими не интересовался. И, знаете, вот не только конкурс красоты, это не только красиво, но еще и ум развивает. И вообще, спасибо за это, этому конкурсу. Спасибо. Вот, собственно, что интересно. Ну и в завершение. На сегодня, я надеюсь, что у нас еще будет целый год, и будет возможность как-то вас выдергивать из очень сложного и тяжелого графика, который вам предстоит соблюдать. Вот на сегодня, в завершение. Все говорят о реакции в социальных сетях, о том, как они реагировали, позитивно, негативно. Но на то они и сети, чтобы так реагировать. Там разного типа люди сидят. А вот ваши родины малые, вот вы получили уже какую-то реакцию оттуда? Что там? Ну, там, национальный праздник, там сейчас все гуляют уже, которые не могут успокоиться от радости. И что дома происходит? Что из дома какая весточка пришла первая после того, как узнали? Я сама из Сабинского района, из поселка Богатые Сабы. Они, наверное, поздравили меня одними из первых. Позвонила администрация Сабинского района, пригласили меня обязательно, чтобы я приехала, показала корону, ленту. Они всегда меня поддерживают, всегда меня приглашают на мероприятия. В Богатых Сабах тоже проходит очень много чемпионатов по картингу, например. Там есть Ледовый дворец, там хоккейные чемпионаты проходят. Они меня всегда приглашают. Мне это очень приятно. И, конечно же, они не могли оставить без внимания мое участие в конкурсе Мистер Тарстан. Они уже во время подготовки меня поддерживали. И они меня ждут дома с Победой. Ну и вот, зная по опыту многих и собственному даже, вообще тебе опасно ехать туда, да? Как вот после приезда в Богатые Сабы сохранить потом фигуру? Там так вкусно угощают вообще, да? Да, есть такое, но меня мама всегда меня наоборот поддерживает. Говорят же, что маму надо только откормить, чтобы мама, чтобы бабушка. У меня мама наоборот, сама больше меня следит за моей фигурой, за моим здоровьем. И наоборот, она меня в этом поддерживает. Что касается поддержки родных, у меня самые близкие, самые родные люди были в зале, моими главными зрителями, и они мне очень помогали, когда я очень сильно волновалась. Смотрела в их сторону, смотрела им в глаза, и мне прям так спокойно, комфортно становилось. И дома что творится, там собираются, вчера мне маму фотографии присутствовала, там собралась вся родня, они отмечали мою корону без меня. Они не могут пока меня дождаться дома, решили не дожидаться, решили без меня начинать праздновать. Спасибо. Как чумы? Моя семья была в зале, но сейчас все-таки мой дом – это город Казань, потому что здесь я живу, здесь я учусь уже третий год. И я очень много провожу времени именно в Казани, он очень близок, мне очень нравится город, я хочу здесь жить, хочу здесь остаться. Моя семья уехала обратно в город Набежные Челны, они очень рады, они меня безумно поддерживали, мне было безумно приятно, я получала удовольствие на сцене, когда я выходила и весь зал взрывался. Я слышала каждую команду поддержки, это невероятное ощущение, это дорогого стоит. А вот это знаменитое, запоминается лучше всего первое и последнее, но до последнего еще очень далеко, а вот первая, вот первая весточка, от кого пришла, там, смс или ватсап, там, я не знаю, кого вы увидели первого на телефоне после того, как было объявлено это? У меня к тому моменту, как я пришла со сцены в гримерку, у меня телефон там уже разрывался, я пока долистала до последнего, я уже много увидела, а вообще первый звонок поступил от моего брата. Двоюркнула, ему посчастливилось первым меня поздравить по телефону. Спасибо. У меня тоже, у меня вообще телефон где-то потерялся в гримерке, я сразу же его убрала, чтобы не отвлекаться, потому что нужно концентрироваться. Конкурс был очень динамичным и поэтому нужно было всегда быть на готове, а телефон такая вещь, которая может в самый неподходящий момент отвлечь, можно забыться. Меня поздравила моя бабушка, моя тетя, моя родня с города Набежной Челны, моя семья была рядом в этот момент. Да, самое главное, поздравили родители на сцене, это было очень важно, очень приятно, что в этот момент они оказались рядом и смогли первыми поздравить. Спасибо вам и удачи вам и в предстоящий год, и в последующие годы. Я надеюсь, что ваша карьера, ваша и творческая, и карьера связанная с тем, о чем мы сегодня говорим, и с той профессией, которую выбрали, в том числе будет развиваться столь же успешно и столь же будет короноваться, как и то, что общепризнано уже на сегодня. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Встретимся ровно через неделю. Всем доброго. Спасибо. 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 Спасибо.